коллеги приветствую понедельник 21 марта записываю важный видео обзор по биткоину продолжаем серию видео где когда будет но отвечу на самый часто задаваемый вопрос стоит ли ждать обвал биткоина ближайшие месяцы почему да если да да почему не до каких отметок фундаментально разберем по факту от а до я что было на истории ближайшие фибоначчи движение серьезные денежно кредитная политика фрс как это влияло на цену биткоина как это может повлиять на цену биткоин в будущем вот поэтому видео будет максимально сочерпывающей полезной информации вы можете посмотреть желательно до от начала до конца в этом будет явно смысл или воспользоваться таймкодами в описании к этому видеоролику также телеграм-канал ссылка в описании если вдруг youtube закроет в россии вы меня найдете только в телеграме поэтому заранее подпишитесь альтернатива если что будет опять же ссылку вы все равно найдете в телеграм если я не смогу записывать больше видео в youtube здесь также полезная вся информация публикуется так давайте начнем с трендового анализа с текущего анализа что сейчас у нас происходит на недельном таймфрейме что произошло произошел весь этот рост коррекция в 61.8 здесь на запрете майнинга и криптовалюты в китае 61.8 дальше мы отросли до зоны 27 по фибоначчи были готовы к этому движению и к этому движению до зоны 27 и также макроэкономические также были сигналы на то что все же отсюда с апогеем по принятию фьючерсных и тф будет дальше снижение мы его увидели зона 61.8 пока что тренд явно восходящий по всем показателям да то есть по трендовому анализу по фибоначчи у нас идет импульс идет коррекция то есть импульс коррекция и в этой коррекции конечно можно разглагольствовать да и рассуждать на тему увеличения коррекции но ни в коем случае по недельному таймфрейму по глобальным таймам нельзя сказать что здесь нисходящий глобальный тренд естественно это не так давайте перейдем к истории очень коротко все по факту смотрите 17 18 также был ран а то время когда таксисты домохозяйки дети школьники там старички бабушки на лавочке говорили за то что такой bitcoin это круто необходимо покупать 18 20 17 15 тысяч долларов неважно по любым ценам он будет расти вот в то же время мы увидели с вами снижению что было здесь вы спросите здесь было окончание эпохи вертолетного так сказать дешевого бабла от федеральной резервной системы да то есть по факту у нас было заседание в декабре 17 года на когда еще bitcoin так сказать достигал самых пиков и тогда на заседаниях уже сообщили о том заранее сообщили о том что будут поднимать ставку скорее всего будут поднимать ставку дабы решить там ряд ну можно сказать экономических вопросов да и инфляция чуть подросла необходимо все таки ставку поднять вот ну и собственно говоря уже на следующем заседании то есть в январе еще ставку не подняли но рынок уже просил это самое это самое решение федеральной резервной системы с марта 18 года ставку начали поднимать до двух с половиной процентов до двух с половиной процентов вплоть до декабря до марта точнее до марта девятнадцатого года здесь же мы увидели с вами вот это самое дно да но движение допустим с тех же ноябрьских цен с ноября 18 года по отметку там 3200 до 6300 обуславливалась также сокращением баланса фрс то здесь начали более агрессивно сокращать еще к тому же начали более агрессивно сокращать баланс федеральной резервной системы вы скажете что bitcoin падал не на этом не было никакой корреляции с риторикой фрс с действиями федеральной резервной системы и с фондовым рынком но это не так я уже показывал еще в очередной раз могу показать открываем с вами тот же s&p 500 фьючерсы да то есть и смотрим январь восемнадцатого года bitcoin снизился тогда сразу в моменте на получается на 70 процентов да и s&p 500 также на этом падал получается на 12 процентов далее s&p 500 восстановился что не сделал bitcoin он не обновил хай как более рисковый актив естественно в отличие но от голубых фишек так сказать фондов американского рынка которые в основном и тянули этот индекс на обновление максимумов и далее произошел снова обвал в сентябре восемнадцатого года и то самое знаменитое ноябрьское снижение на bitcoin то здесь обвал произошел так здесь обвал произошел получается уже суммарно от пика до лоя на 20 процентов на 20 процентов то есть тогда также трясло и американский фондовый рынок европейский в общем все да и российские и так далее азиатский также в том числе рынок снижался то есть bitcoin здесь показал то же самое единственное что он не не обновлял вот этот максимум что сделал s&p 500 но оно и понятно уровень внедрения вот здесь был не на таком уровне как сейчас да естественно даже близко далее здесь мы нащупали дно то есть это по фибоначчи повторяюсь так секунду так повторяюсь да по фибоначчи это зона сотого уровня вот здесь вот она зона сотого уровня и далее начали расти вплоть до июня девятнадцатого года здесь скажете вы почему было дно почему был рост и так далее все дело в том что при сокращении вот этого же баланса до до этих как раз таки дат плюс понятие ставки до того же марта девятнадцатого года тогда уже было известно и председатели фрс и глава фрс да сообщали центральный банк сообщали о том что ставку будут снижать то есть рынок все заранее прайсит рынок живет будущем да то есть не по факту вот все допустим там я не знаю в июне мы спустим ставку да если фрс сообщает о том что в июне будет и ожидания инвесторов есть на то что будет ставка снижаться соответственно рынок это прайсит заранее и мы видели с вами и восстановление по фондовую рынку и увидели с вами восстановление и по соответственно криптовалюта мой рынку да и фрс здесь же здесь же за завершил так сказать стадию уже завершал подходил к завершению к стадию сокращения баланса рынок также уже запросил да и вот это снижение и ускорение темпов но тогда уже появились звоночки на то что это все закончится плюс были от была негативная реакция также сообщества и инвесторов по всему миру где уже грубо говоря на коленях подходили там подбегали к представителям министерства финансов сша и к председателям фрс о том что давайте уже заканчивайте да потому что действительно активы падают есть фонды которые банкротятся до выходит так сказать в кэш маржин колы и так далее все это негативно сказывалось и на рейтингах тех же председателей главы рс и на рейтингах президентов да то есть президентов стран больших самых больших экономик мира поэтому федеральная система здесь приняла решение уже но действительно переобуться переобуться на поднятие как раз таки ставок тогда речь была за то что сокращать баланс будут более резкими темпами и ниже здесь было сократили до 3 800 3 триллиона до 786 миллиардов то есть а баланс до этого там составлял четыре с половиной четыре с половиной триллиона вот то есть ну можно сказать что сократили баланс фрс на 750 миллиардов но планировали конечно же и далее сокращать но опять же рынке повторяюсь на это все реагировали негативно и сообществе появились появилось много поводов так сказать на то чтобы выходить на митинги до на то чтобы уже ругать правительство и ругать ту же федеральную систему резервную за то что они хоронят там финансовый рынок потому что ну действительно были серьезные снижения да по голубым фишкам еще более-менее но тем не менее это отражался настроениях сообщества вот поэтому здесь была резкая смена курса федеральной резервной системы на вновь обливание халявного бабла то есть мы увидели с вами вот это восстановление к июлю там к лету 19 года снижение уже на ковид 19 вот здесь мы снизились на кого 19 тогда ставку опустили до значений 0-0 25 процента здесь ставку также снижали опять же к вопросу да почему так все позитивно было в том числе на биткойне на фондовом американском и на других рынках ставку снижали рынок заранее заранее повторяюсь это прайс вот и марте произошел вот этот самый коллапс до коллапс при котором коллапс при котором там уже не то чтобы там уже не было инфляции потому что экономика встала да то есть экономика стала инфляция тогда было вообще там 0 1 0 3 процента и необходимо было что-то делать поддерживать рынки поддерживать экономику и тем самым федеральная резервная система влила рекордное количество денег самым там можно сказать быстрым темпами за долгие годы до 4 200 триллионов долларов до значений в 7 7 триллионов долларов за очень короткие сроки систему залили деньгами все рынки залили деньгами раздавали направили налево плюс дотации плюс призывы в том же сша я помню отчетливо того же дональда трампа покупать акции на те деньги которые вам выдает правительство да покупайте акции вы заработаете за что я еще ну грубо говоря без всякого фанатизма дал не мой кумир но уважаю дональда трампа я четко помню что он сообщил своему народу покупайте акции вкидывайте деньги в акции акции очень сильно по факту выросли на этом росте разбогатела ну не то чтобы разбогатела но поддержала свой финансовый уровень стабильной большее количество американцев до которые опять же которые задействованы в инвестициях а в инвестициях задействовано но огромное количество огромный процент всего населения сша вот в отличие допустим от населения других стран тот же евразии той же евразии там россии так далее да хотя в россию много пришло физиков вот на это мартовском обвале и во время восстановления всех рынков там пришло порядка пяти миллионов человек которые раньше вообще не торговали не инвестировали и так далее вот то есть здесь все залили деньгами и соответственно рынок рынки начали расти и с и 500 все индексы все акции и акции все абсолютно все начало расти вот то есть ставка по факту у нас получилось 0-0 25 процента что благоприятно конечно же влияет на то что можно деньги брать ну грубо говоря бесплатно да ну не грубо говоря бесплатно да и соответственно тратить их по назначению либо нет ну и плюс дотации и так далее я уже это все озвучил вот баланс нарастили соответственно с инфляция конечно же начала потихоньку отрастать экономика начала потихоньку восстанавливаться рынок труда начал восстанавливаться ну и соответственно получили с вами по итогу на сегодняшний день инфляцию на уровне 8 процентов сейчас же вы скажете и от меня вы это неоднократно слышали и слушали еще до того момента как все крипто блоггеры вдруг резко начали говорить про инфляцию про фрс хотя раньше не заикались но тем не менее да сегодня 8 процентов это негатив конечно да негатив необходимо с этой инфляцией бороться это раз второе смотрим баланс фрс баланс фрс 9 триллионов долларов будут ли сокращать баланс фрс конечно конечно будут сокращать баланс фрс и по процентной ставки произошло на мартовском заседании я все сообщал соответственно в телеграм-канале трейдер 80 на 20 и прогноз о том что повысить ставку на 25 базисных пунктов здесь тоже была правда но это все уже было заранее заложено в рынке то есть вот это поднятие на 25 базисных пунктов было уже в рынке рынки живут будущем и соответственно все это но инвесторы по крайней мере крупные да это понимают вот сейчас основным риском будущем риском что может также повлиять значительно на стоимость так и другой на самом деле график вот здесь вот этот график на стоимость того же биткоина стоимость биткоина это сокращение баланса о котором мы сейчас вот чуть чуть позже поговорим давайте дойдем по фиба то есть здесь у нас смотрите по факту произошло снижение на истории в зону сотого уровня зона сотого уровня она на политике федеральной резервной системе да здесь уже ставку уже прекратили ее поднимать да и соответственно увидели с вами рост здесь произошел кого 19 ставку опустили до нуля баланс фрс подняли до космических отметок всю систему залили баблом ну и соответственно увидели с вами тот же рост биткоина со всеми вытекающими до халвинги и так далее так она есть на текущий день также мы можем открыть фибоначчи и точнее на текущий она восемнадцатый год также можем открыть фибоначчи на рост вот это фиба и здесь также мы видели с вами движением зону сотого уровня вот он зона сотовой сотого уровня это максимальный уровень крипто депрессии все да то здесь вначале у нас был тест 61 8 уровня то есть идет импульс коррекция то что произошло при падении биткоина на китайском фуде или фаде кто как говорит да негативе в общем вот здесь далее восстановление мы могли в принципе идти дальше выше достигать сразу же отметки в 20 там 30 40 тысяч долларов но тем не менее здесь у нас начался вот этот самый прилетел так сказать черная лебедь в виде кода 19 пандемии и здесь мы снова пришли зону сотого уровня все далее переходим уже к текущей фибоначчи и вы поймете разницу то есть разница заключается в том что мы во первых коррекция 61 8 состоялась во вторых следующее снижение мы также не ушли ниже 61 8 и зона сотого уровня где правильно она находится на отметке 10-17 тысяч долларов то есть вот здесь вот она зона сотого уровня вот эта зона сотого уровня это тоже самое что биткоин вот сходила до района там 4000 долларов трех с половиной и это тоже самое что биткоин там долетал до 5000 долларов во время ковид-19 здесь истребинная политика федеральной резервной система с сокращением баланса фрес с поднятием ставок здесь так сказать послабление послабление рост биткоина до до значения в 13 600 хотя s&p 500 после этого снижения вообще обновлял вот эти пики да потом ковид-19 потом ковид-19 вот здесь произошел ковид-19 и далее всю систему так все финансовые рынки залили баблом да сейчас же у нас получается погодим итоги а биткойн находится в близи зоны 61 8 у нас инфляция в сша точнее инфляция на уровне 8 процентов баланс фрс на уровне 9 триллионов долларов вот ну и соответственно еще проблемы с почвами поставок еще геополитические риски военные действия в украине вот и все еще растущая инфляция до которая затрагивает еврозоны россии ряд других стран и опять же вся эта санкционная политика сша европы по отношению к россии конечно же влияет и на все страны да в том числе опять же повторяюсь на те страны которые вводят эти санкции казалось бы негатива очень много и вы окажетесь вы окажетесь правы естественно негатива сейчас очень много плюс федеральной резервной системы нужно действовать а если они начнут действовать ноги сейчас думать что на этом всем или на другом bitcoin снизится там и не знаю до 10 там 15 тысяч долларов коллеги сбегая вперед могу сказать что во первых пункт номер один я считаю что bitcoin ой я считаю что мир продолжить жить еще долгое время ну приличное время до во время растущей инфляции либо высокого уровня инфляции во вторых поднятия ставок поднятия ставок от фрс сейчас там каждое заседание на 2550 базис пунктов в корне не изменит ситуацию и это кстати подтвердил сам джером паул во время своего заседания да то что он сказал что ставку точнее инфляцию просто поднятием ставок не победить не победить и просто сократить баланс конечно же сейчас можно да это повлияет на уровень инфляции да это может негативно если сказаться на рынках но опять же 9 триллионов баланс примерно допустимые значения для федеральной резервной системы это получается где-то 6 6 триллионов долларов до и 6 триллионов долларов до таких значений чтобы опустить так срезать баланс фрес требуется минимум полтора года здесь же получается ранее вот здесь фрес опускал ставку не полтора года тут здесь опустили на 750 миллиардов но тем не менее быстро так сказать относительно быстро переобулся потому что рынке начали уже плакать до переживать за то что ну все уже плохо давайте начинайте восстанавливать до опускать ставку и так далее и фрес к этому в принципе ну прислушались да и с инфляцией был вопрос решен хотя уровень инфляции я бы не сказал что он был на очень высоких уровнях вот здесь в районе там 3 процентов здесь ее снизили к девятнадцатому году к марту девятнадцатого года как раз таки до полутора процентов да ну потом здесь кове 19 вот но тем не менее ребят смотрите если заложиться в то что фрес начнет сокращать баланс и на это потребуется минимум полтора года то я не думаю что общество до инвесторов и общество во всем мире мало того что по карману бьет инфляционные инфляционное давление оказывается так они еще и в акциях будут так сказать терять вот то есть очень маловероятно то что фрес это допустит этот же жерон паул и председателя фрес до сообщали о том что не буду делать все предсказуемо и желательно так чтобы это все было заранее заложено в рынке потому что не на руку никому в том числе президенту сша байдену чтобы на сокращение баланса фрес страдали те же люди до которые так сказать умеют да хотят инвестировать и жить благополучно за счет этих самых инвестиций дивидендов и все в этом духе поэтому я думаю что баланс фрес на 3 триллиона долларов в кратчайшие сроки во первых а не спустит во вторых б ну просто не сможет да он сред срезать баланс так сказать убивать вот эту самую инфляцию снижать путем сокращения баланса и потом третий пункт третий пункт если озвучивать это то что сам также джерон паул и в принципе это факт действительно сообщил что проблема высокого уровня инфляции сейчас это не то что у нас нулевая ставка и не то что нас такой баланс именно проблема с цепочками поставок и в начале 2023 года а может даже к осени 2022 года мы сможем увидеть с вами послабление этом замедление роста инфляции доставку будут поднимать и уже там соответственно голодом тот же до прогнозирует 7 повышение ставки 2022 году там 5 повышение ставки 2023 году вот базовый сценарий у них это по 25 базис на пункта на каждом заседании хотя это в принципе вполне как сказать голубиная до риторика от банковского гиганта вот тем не менее по а кстати и cb по европе закладывают всего два повышения ставки вообще в этом году всего лишь это же лагард сообщил о том что скорее всего монетарная политика цб не будет синхронизирована с политикой фрс по этим сообщением по выступлениям председателя и того же главы фрс я считаю что они с уже более чем намекнули да на то что это не решение проблемы я вам сообщал об этом и писал да то что телеграм-канал да о том что не решится проблема высокого уровня инфляции за счет банального поднятия ставки да и сокращение баланса наоборот усугубить ситуацию при котором недовольство сообществе будут только расти только расти поэтому я думаю что здесь не все так очевидно по биткоину так по битку я считаю что максимум во что можно закладываться это снижение биткоина до уровня 70 86 до уровня 70 86 это значение ниже 30 тысяч долларов может быть мы приблизимся на всем этом сокращение до ужесточения денежно-кредитной политики может быть повторяюсь не факт до района тех же там 20 может быть выше 22 23 тысячи долларов этот сценарий к этому сценарию я лично готов это не значит и не значило да то что я не набираю там сижу только в стейблах я набираю по хорошим ценам на мой взгляд перспективные литкоины вот на часть из них опять же я освещал их телеграм-канале часть из них есть и в youtube видеороликах да ну и часть из них есть только в премиум но тем не менее сейчас я считаю что инвестиционная в долгую на ту же самую абсолютно ту же самую переобувку фрс и начала восходящего рынка да то есть я считаю что необходимо можно я опять же не то чтобы не финансовый совет принимаете решение в любом случае самостоятельно если вы считаете мне будет интересно узнать почему вы считаете что вы откупите самое дно напишите еще раз подводим итоги с учетом всех данных даже с учетом геополитики пренебрегая даже не то чтобы пренебрегая но все же допуская до что может быть черной лебедь прилетит вы напишите там начнется война допустим китая с сша ребят если начнется война с китаем сша тут не то чтобы черный леви черный дракон прилетит то есть это будет снижение не то чтобы там в район сотового уровня это может быть коллапс всех рынков да и если еще там произойдет отказ от доллара то ну как бы это я не знаю то есть это не то чтобы отказ от доллара да то есть если репутация доллара значительно значительно снизится репутация до пострадает так сказать в самом начале по крайней мере в самом начале в самый накал этих самых страстей вместе с военными действиями которые если вдруг сша страны нато будут привлечены в той же восточной европе либо что-то связано с китаем да это будет снижение но потом я думаю будет все-таки резкое восстановление то есть за запрет криптовалюта в сша я сейчас не ратую как сказать не не буду продвигать эту идею почему вторая экономика мира здесь запретила bitcoin mining криптовалюту было снижение с 60 там тысяч до 30 50 процентов сейчас если сша не откажутся от крипты или не запретят криптовалюту там допустим какой-нибудь бангладеш запретит криптовалюту условно там или бразилия еще что-то да то это не будет такого да то есть для того чтобы увидеть даже снижение на 50 процентов для того чтобы видеть так секунду так секунду ребят так прошу прощения заминка была для того чтобы видеть снижение на 50 процентов но какая экономика мира должна запретить bitcoin явно не опять же не 25 правильно то есть сша и снижение с китаем 50 процентов снижение с тем же допустим биткоином запрет сша там или еще какая-то супер негативная новость снижение на 50 процентов и мы выходим на отметку какую посмотрите на графике это 20 тысяч долларов то есть 22 23 21 тысячи долларов 24 да это может быть вот на запрете в сша но я очень сомневаюсь опять же что это произойдет потому что первое уровень внедрения криптовалюты в финансовые рынки сейчас на высоком уровне да то есть не то что в финансовом рынке в бизнесе в те же да на очень высоком уровне он поддерживается та же компания страйп возвращается в криптовалюту и оплату платежей в крипте та компания которая отказывался это делать в восемнадцатом году тот же coinbase развивается сша до официально так сказать бирже развивает coinbase pay развивает только начинает планирует запустить nft marketplace и и так далее да то есть много позитивных новостей те же венчурные фонды если вы посмотрите они до сих пор продолжают так сказать выделять большое количество значительно так сказать впечатляющие размеры денег да на инвестирование криптовалютные проекты то есть все не стоит на месте нет никакой стагнации в развитии крипты и так сказать на десерт это заявление о министерство финансов сша да это уже джанет елен до того же президента байдена который уже подписал указ о том что криптовалюта будет внедряться в экономику сша а зачем это делать если они планируют там условно завтра запретить криптовалюту плюс тоже санкционная риторика направлена на признание криптовалюты как финансового актива как способа ухода от санкций и это признают во всем мире и в европе и сша то есть не называют уже bitcoin и всю криптовалюту какими-то фантиками да то есть есть определенное и будет возможно определенное давление на другие 100 страны через ту же криптовалюту через какие-то санкции да это опять же не сводится все к тому что криптовалюту просто запретят вот вот дальше по этому вопросу я думаю понятно но это сверх коротко так сказать позитивные новости все еще конечно же продолжают аккумулировать bitcoin и тот же эфир вводить централизованных бирж крупные игроки это очень да если коротко говорить и конечно же а тот же хешрейт bitcoin растет спрос на те же тоже оборудование для майнинга но ни в коем случае не снижается то есть очень много факторов на самом деле за то что уровень внедрения не начнет снижаться уровень не то чтобы хайпа даже нельзя сказать что сейчас происходит какой-то хайп моменте да вот прямо здесь и сейчас но тем не менее какой то опять же повторяю стагнации да то есть мы не катимся с горы да с криптовалютного рынка куда-то вниз мы наоборот сейчас забираемся вверх где-то через тернии но тем не менее сейчас идет развитие поэтому я не думаю что будет черный лебедь связанность с запретом к криптовалюты допустим в китае уровень регулирования и регулирования криптовалютного рынка да будет но скорее это позитивно повлиять все же на крипту уровень волатильности связи с этим естественно может снизиться уровень корреляция с s&p 500 с nasdaq естественно может повыситься и в том числе bitcoin может стать неким индексом криптовалютного рынка как s&p 500 допустим стал ну как стал есть индекс да по ну по акции ну конечно он обеспечит индекс s&p 500 там 500 акций и так далее но вы поняли то есть такую некоторую связь логику я надеюсь да понятное дело что от движения биткоина зависит и движение тех же альткоинов вот но тем не менее эту этот черный лебедь для меня но не особо допустимый в том в то в то же время как дополнение к стейбл коином тот же usdt там usdc да которые там пытаются как-то похоронить но тем не менее те же тоже министерство финансов да и президент и фрс неоднократно своих выступлениях упоминали то что стейбл коины есть не планируем запрещать и если будет ближайший или не в ближайшее время создан цифровой доллар то он будет все же как-то жить вместе с теми же стейбл коинами поэтому те же стейбл коины скорее на дистанции будут внедрять в экономику да и бизнес и опять же сша и ряда других стран ребята это очень коротко по фундаменталу там позитивному или просто перечислять можно действительно до бесконечности очень много событий происходит ежедневно стагнации никакой нет только все развивается идет в гору геополитика этот черный лебедь допускается но опять же поймите что биткоин опустить до значений 10 17 там тысяч долларов для того чтобы что ну то есть смотрите допустим биткойн падает сюда все хомяки которые сейчас ждут дно глобальное да что то здесь зайдут биткойн чтобы он потом вырос то есть не совсем ясно для чего это будет акция невиданной щедрости я вам напоминаю да это на графике очень легко прослеживается то что допустим здесь это вообще была другая история биткойн рисковый актив и все в этом духе все разочаровались все сливали какого-то супер ну внедрение действительно здесь вообще отсутствовал по большей части здесь же уже уровень внедрения начал расти до начали заходить фонды там начали закупать потихоньку да но это не было опять же на таком высоком уровне для того чтобы биткоину там допустим вот так сделать резко там скачок куда-нибудь до 100 тысяч долларов но тем не менее обратите внимание что даже приколе 19 хоть это было и по всем рынкам не было такого что уронили биткоин забыли про биткоин похоронили биткоин да на пяти тысяч долларов и все нет никому не хотели здесь давать откупать не тот же биткоин и те же альткоин и конечно же биткоин начал коррелировать с индексами с акциями с активами крупных крупных игроков да то есть если вы верите в биткоин допустим ниже 10 там ниже 17 18 тысяч долларов и вот здесь мы застрянем надолго то скорее мы не дадим потом никакой рост то есть не будет такого что мы сюда придем дадим всем откупить и полетим в хай я думаю что если будет снижение ниже 18 тысяч и мы сюда придем то это будет потом ниже еще 4000 3000 2000 долларов за биткоин его похоронен я не знаю года на три а просто в тупую давать вот сюда движение даже на сокращение баланса фрс я считаю что такое сейчас с теми данными которые есть сейчас это маловероятно то есть на данный момент моя позиция это не ждать не сидеть и не ждать какой-то обвал не говорить про него вечно да потому что в этом смысла нет как показывает практика исполнять свои инвестиционные так сказать цели до инвестиционной покупки в долгосрок и допускать движение биткоина ниже 30 там может там 23 24 и так далее вот на сокращение баланса фрс на истребины так сказать темпами поднятия ставки это ставку будет поднимать но рынок это уже закладывает уже снижение 20-процентное снижение даже больше до произошло на том же nasdaq там и соответственно s&p 500 поэтому говорить о том что рынок не падал сейчас не приходится вот по тем же смотрите по тем же негативным моментом уровень пессимизма инвесторов акциях сша сейчас в зоне исторического экстремума как это было в ковид 19 то есть на данный момент то что произошло движение вот допустим по биткойна до 100 уровень по фибоначчи отмотайте посмотреть по индикаторам по настроениям так сказать это уже так сказать произошло то есть уже уровень пессимизма вот сюда сходил уровень двадцатого года уровень шестнадцатого года да мы не добили до уровня восьмого девятого восьмых девятых годов когда вот этот коллапс начался все финансовые системы сша да и всего мира вот поэтому сюда сходим ли мы или вдруг я знаю что сейчас модно и очень популярно записывать видеоролики про какое-то ну как сказать прям про аналогичное да аналогично согласитесь коллапс восьмого девятого года вот но даже при таком коллапсе коллапсе даже если повторяюсь будет там снижение все-таки сюда то это будет ну очень очень скоротечно да то есть очень быстро то есть это будет провал похоже на то что мы видели во время ковид-19 вот это все равно с 8 9 года многие структуры так сказать том числе федеральная резервная система центральный банк других стран уже вынесли свои уроки а бабла в системе сейчас очень много денег сейчас до жопы извините за выражение поэтому поддержать поддержать те же финансовые рынки способны сейчас огромное количество игроков намного большее количество игроков чем это было восьмом девятом году намного больше денег сейчас но это же это же отражается ну и в балансе фрс то есть федеральная резервная система то есть сравните тогда восьмом девятом как раз таки когда появился биткоин ничего не сколько там 1 триллион долларов было значение сейчас 9 даже на сокращение будет если 6 или 7 триллионов долларов это все равно значительно больше больше денег вот поэтому будем смотреть поставки по фрс по индексу потребительских цен конечно все здесь я уже озвучил в плюс я бы хотел вам показать график который мы уже разбирали до статистика за 59 лет сейчас я его покажу так секунду так 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 по статистике за 59 лет мы разбирали в прошлом видео когда будет но синий превьюхой что сейчас что сейчас можно сказать ну во первых да мы тогда разбирали в январе у нас произошло снижение так секунду январе у нас произошло снижение февраль бычий февраль здесь отработал далее у нас вот этот рост он не состоялся до заседания вот здесь заседания вот на заседание фрс я думаю по понятным причинам я думаю озвучивать их без толку да то есть появились эскалация в восточной европе вот поэтому конечно же вот этот рост он ну я считаю что он перенесся да то есть до заседания фрс вот здесь рост кстати идет после заседания идет рост до куда мы еще не дошли так давайте сотру еще раз покажу вот здесь то есть получается смотрите вот здесь заседание фрс до заседания фрс рост не состоялся на всех этих геополитических рисках которые воплотились жизнь которым в которой многие конечно же не верили в том числе я не верю да и 99 процентов я думаю других аналитиков но все же это произошло движение вверх рынков отложилось на мой взгляд и сейчас до заседания мартовского у нас после заседания марского мартовского уже происходит отскоки восстановление снп 500 то есть то что я транслировал в принципе прошлом видео да и в телеграм-канале был пробой трендовый поиск и 500 до апреля и далее у нас идет вот как раз таки заседаниях в начале мая вот здесь будет заседание в начале мая фрс и основное заседание будет в июне вот эти два месяца будут конечно же очень опасные в плане решений фрс о сокращении баланса вот как раз таки как раз таки в мае и в июне в июле вот в эти месяцы согласно и статистике что было снижение согласно и тому же о чем уже предупредил фрс будут решаться вопросы о сокращении о сокращении как класс как раз таки баланса сокращение баланса вот это мы с вами будем наблюдать поэтому возвращаясь к bitcoin в очередной раз могу повторить да то что ну я считаю то что на сокращение баланса на поднятие ставок фрс мы не увидим bitcoin на этом на этих событиях мы не увидим bitcoin значительно там ниже 22 23 тысяч долларов то есть к этому не то чтобы необходимо ждать на мой взгляд повторяюсь вы можете свою стратегию выбрать да то есть конечно допустим сидеть в кэше вот вы сидите в кэше полностью целиком от а до я и ждать bitcoin там за 26 24 там 22 тысячи долларов может быть на истории да пройдет время и это окажется более удачной стратегии я что раньше самого создания канала что после создания youtube канала никогда не сидел и не ждал то есть я в зонах интереса всегда инвестировал на истории с момента создания моей так сказать публичной деятельности всегда меня этого выводила в десятки в сотни иксов будет ли это сейчас при том что я не сижу и не жду дно на заборе да то есть я не знаю может быть получится так что я сейчас закупил альт коэн и грубо говоря там чуть чуть раньше закупал будет движение в 22 26 тысяч долларов я еще закуплю докуплю потому что не потому что жду а потому что готов это ну две разные ситуации да то есть я думаю разницу вы понимаете а потом увидим движение в 10 там 15 тысяч долларов я буду к этому не готов я заранее потом говорю вам сейчас в движении на данный момент там ниже 20 там надолго тем более я не готов 15 10 тысяч долларов как финансово до готов то есть это я я не инвестирую в криптовалюту все деньги естественно нет со всего моего капитала там может в крипте плюс стейл коэн вообще все связано с криптовалюты на данный момент это не более 35 процентов всех моих активов вот поэтому говорит что я там буду там как-то обречен или не знаю по полной облажаюсь конечно же скорее нет по прогнозу скорее да ну не скорее точно по финансам ребят я себя в жопу загонять из-за криптовалюты не собираюсь то извините за выражение но это опять же предупреждение всем тем кто я не знаю все свои деньги сейчас или там раньше в пульнул в крипту сейчас сидит там я не знаю на 5000 месяц живет и ждет роста там я не знаю от монетки ripple условно да то есть как пример конечно я не призываю вас таким образом действовать и конечно же соблюдайте и диверсификацию соблюдайте и вообще просто как сказать держите голову в холоде да как говорится вот и конечно же ни в коем случае не совершайте те ошибки которые вы не измените которые вы не сможете исправить никак вот поэтому по крипте такой расклад по крипте по биткоину по снижению допустимому такой расклад по целям bitcoin сейчас по фибоначчи не логарифмический график это район 61 8 это сотый уровень район 90 100 с зоной все еще активного сопротивления 70-75 ну короче 90 тысяч долларов и выше это 61 8 но это глобально снимаю что сейчас мы там до 90 вырасти на ближайший месяц до но тем не менее глобально я думаю что биткоин выйдет за 90 за 100 тысяч долларов с учетом тех данных которые у меня появились в эти месяцы да то есть в эти месяцы в этот месяц ну соответственно вы увидели вот такой анализ так дальше так ребят ну в целом все да есть еще ряд информации наверное я озвучу других видео обзорах плюс будут поставить телеграм-канал ссылка в описании подписывайтесь вот ну и под конец хотелось бы сказать да вот тот же s&p 500 допустим неужели ну кто-либо из вас думает что если s&p 500 от своих минимумов 24 февраля если сходит еще допустим на 5 или 10 процентов то биткоин рухнет там в 15-10 допустим будет такое снижение по факту в 3 800 в 3 700 вот если будет такое снижение ну даже на 22 процента да даже на 22 процента даже в коем почти там ковиде но не почти хорошо но тем не менее тем не менее том же в пятнадцатом году не было такого снижения в том же повторяюсь да если повторится история восемнадцатого года это 21 процента от пика ну вот 21 процента пика это значение по s&p 500 3 800 ну то есть сейчас биткоин стоит у нас 40 40 41 300 а получается с текущих если снижение произойдет по s&p 500 допустим до еще на две ну 13 14 процентов но это 30 ну 28 это маловероятно если повторится история восемнадцатого это биткоин не ниже 20 а вы скажете а если вы 2008 давайте 2008 посмотрим 57 58 процентов давайте посмотрим 58 процентов 58 охренеть да вот здесь здесь да если повторится 2008 ребят а может повториться 2008 год на чем на чем это может повториться ну скорее на коллапсе коллапсе аналогично восьмого года я сообщил мое личное мнение что рынке все-таки изъяли некоторые уроки из этой ситуации рецессии не рецессии сейчас это уже ну не так важно то есть с этим жить мы будем с этим жить понимаете с высоким уровнем инфляции будем жить а то что вдруг резко все сдуется и там рухнет на 60 процентов каком-то экономическом кризисе очень поверхностно и очень коротко потому что уже 43 минуту идет я считаю что такого не будет просто не будет не будет сейчас поводы есть и очень много разговоров и очень много видеороликов вы могли видеть и из-за чего у вас может сложиться ситуации что действительно биткойн будет стоить не то чтобы там 15 а 5 тысяч долларов вот но этой ситуации просто не допустят на чем это может быть я сообщил почему я не готов то есть это может быть на обострение геополитической ситуации ядерная война не дай бог вступление нато в конфликт в европе военный конфликт плюс конфликт сша плюски сша против китая со сопутствующим сопутствующими экономическими войнами когда снижение ребят вряд ли будет 57 процентов от пика и вряд ли кто-либо из вас даже те кто сейчас сидят на заборе будут к этому готов почему потому что вы откупите bitcoin альткоины и вам покажется что это апогей пика апогей снижения это будет не апогея середина и далее от всех ваших покупок будет еще минус 80 процентов говорите о том что сейчас все те кто сидят на заборе ждут что вам дадут от купить но может быть опять же это дно будет только серединой падения что вы что я окажусь в такой ситуации конечно как сказать в дерьме да то есть если буквально говорить но опять же повторяюсь это военные действия в котором будут уже замешана альянс нато вот это экономический воин продолжающийся экономический войн не против россии санкциями а против сша против европы против всего мира вот в которой но в первую очередь постройда пострадает естественно евразия естественно в первую очередь но естественно это скажется на жителях сша естественно скажется на уровне инфляции рост экономики все в этом духе страдать будут все и поверьте в то время будет если это случится всем плевать будет на bitcoin и bitcoin сможет пройти там в район тех же 3 2 там тысячи долларов поэтому здесь просто сидеть и ждать ну как бы большого смысла нет то есть я имею ввиду сидеть полностью в кэше да то есть конечно решать вам в то же время инвестиционно если вы в зонах интереса закупаете альткоины согласно своему плану который вы могли прописать на листике бумаги еще при bitcoin в 65 в 69 тысяч долларов ну я считаю что это нормально следовать своему плану а если все пойдет по одному месту то поверьте мне и мы вы и те кто просто на заборе сейчас сидят а потом будут покупать окажемся в дерьме поэтому еще раз повторяюсь криптовалютный рынок это рисковая рискованный рынок ни в коем случае не инвестируйте сюда все деньги те день которые вы они готовы потерять это банально звучит да но тем не менее тем самым вы можете сохранить себе жизнь а если вам кушать будет нечего при инвестициях криптовалютный рынок и в любой финансовый рынок всех своих денег туда действительно можно говорить о том что на коллапсе криптовалютного рынка вы так сказать можете потерять все не допускайте этого до банально но не допускайте не допускайте этого я вам говорю предупреждаю вот ребят получился такой видеоролик такой видеоролик если был чем-то полезен может быть вы что-то не знали да и узнали из этого видео я прошу вас поставить лайк под этим видеороликом для тех кто не согласен с моим с моим мнением с моей точки зрения welcome в комментарии пожалуйста пишите желательно с аргументации с конструктивные вполне комментарии вот я с удовольствием с ними ознакомлюсь спасибо пока